Святой источник преподобного Трифона Вятского. Свойства этого родника в народе называют чудесными. Считается, что люди, принимающие воду отсюда, исцеляются от болезней глаз и почек. Ежедневно помолиться покровителю Пермской земли приезжают около ста человек. В прошлом году нефтяники начали приводить святое место в порядок, но отведенной недели не хватило. Этим летом молодые лукоиловцы вновь проявили инициативу и трудились здесь, сменяя друг друга уже в течение месяца. В этот раз мы поставили колодец, покраска колодца. Ребята купол у нас возвели, мы его тоже покрасили. Это, естественно, польза, польза во благо. Теперь на святом месте в Нижних Мулах целый комплекс. Часовня, колодец, скрытая купель. Все это создано руками молодых нефтяников. Ребята уверены, благое дело поддерживали свыше. Не всегда хорошая погода, аскетичная жизнь в палаточном лагере, только подогревали желание сделать это место красивым и удобным для прихожан. Результат оценили руководители основных предприятий лукоилов в Пермском крае. Получилось очень здорово, красиво, умело, профессиональное мастерство наших ребят. Видно, что вложили душу, любовь в свое дело. И получился замечательный такой комплекс. Я бы хотел сказать огромное спасибо нашим ребятам, нашим молодым специалистам. И очистены от всяких сверных, и спаси блажен души нашим. Святой источник Трифоновятского не единственный, восстановленный нефтяниками. Начиная с прошлого года, молодые специалисты привели в порядок родники в Куединском и Бордымском районах, селах Урталга и Чистые. Благоустроили территорию вокруг. Очистили лес и вывезли мусор. Александра Михеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.